Дорогие товарищи! Создали себе необходимые политические ресурсы. Есть три главные партии. Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР. Это своего рода трёхглавый дракон. И есть ещё, кроме этих трёх партий, 71 политическая партия. Это мелкобуржуазные партии. У рабочего класса в готовом виде сейчас нет партии. Раз у него нет политической партии, нет сознательного ангарда, нет тем самым головы, а без головы ничего не выиграешь. Поэтому положение рабочего класса в России ухудшается с каждым днём. Данные, которые опубликовала российская газета по исследованию, которое провела Академия государственной службы при президенте РФ и Академия народного хозяйства и государственной службы, таковы, что по сравнению с 2013 годом уровень доходов стал 0,95%, уровень зарплаты 92,5%. То есть жизнь становится всё хуже и хуже и хуже. И это понятно. Если речь идёт о покупателях рабочей силы, то есть о тех, кто платит зарплаты, то они, как покупатели, стараются удешевить то, что они покупают. То есть понизить, понизить, ещё больше понизить заработную плату, в том числе с помощью инфляции. Если рабочий класс, используя возможности и законные, и экономические, и правовые, которые у нас есть в России, если он не будет использовать свои возможности для коллективной борьбы, то он не сможет не только улучшить своё положение, но и не сможет его удержать. Вот именно поэтому сейчас самой главной задачей, от которой зависит жизнь и улучшение её в России для рабочего класса, для трудящихся, является создание крупной, серьёзной, большой партии рабочего класса. То есть такой партии, которая бы служила классу, а не такой, которая бы класс служил. Вот, скажем, можно было бы сказать, что у нас есть сейчас небольшая сравнительно рабочая партия России, она нуждается в помощи, в поддержке, и это правильно. Но ещё больше нуждается в помощи и поддержке сам рабочий класс, и вот для этого он должен создать себе свой инструмент, свою партию. А для этого надо, чтобы рабочие пошли в партию и сделали партию такой, какой она должна быть, чтобы изменить жизнь к лучшему. Поэтому, товарищи рабочие, я обращаюсь к вам с призывом, вступайте в рабочую партию России, изучайте всё, что необходимо для успешной борьбы, и этот успех в борьбе придёт. Для того, чтобы с нами связаться, заходите на сайт Фонда Рабочей Академии, на сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии и Рабочей партии России. На них есть телефоны соответствующие, обращайтесь, мы дадим вам всю необходимую информацию. Звоните по телефону, вступайте в Рабочую партию России для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Продолжение следует...